всем привет на обзоре сразу три мультиметра от интересного бренда в комплект поставки с мультиметром идут вот такие шупы на 10 ампер видим изоляционные заглушки мультиметр по дизайну тут сложно куда-либо придраться все очень аккуратно в том числе и отличное качество материала прорезиненная приятная на ощупь окантовка в зависимости от комплектации можем видеть также термопару руководство пользователя на английском языке где можем посмотреть основные технические параметры мультиметра опорная ножка раскрывается отлично также четко фиксируется на плоскости прибор работает на двух элементах питания стандарта 3а 1,5 вольта для долговечности прибора предусмотрена бронзовая резьбовая вставка и предохранитель переключение селектора как видим все очень точно и никаких случайных проскальзываний первое измерение будем начинать с подачи постоянного напряжения с лабораторного блока питания первые два прибора не поддерживают напряжение более 200 мили вольт выдается ошибка тогда как третья модель спокойно продолжает измерять так как прибор построен на автоматическом подборе диапазонов и выборе режима измерения продолжаем тестирование на более высокие напряжения здесь во всех приборах отличная быстрая стабилизация и достаточно высокая точность посмотрим на скорость измерения вот такого элемента питания измерения напряжения как в переменном так и постоянном это максимум до 600 вольт на всех приборах одинаково быстро этот мультиметр опять лучше всех видим три цифры после запятой тогда как у остальных только одна цифра кнопка hold это фиксации значения измерения на всех приборах работает абсолютно одинаково при нажатии смотрим появляется вот такой значок и происходит удержание показания а если удерживать кнопку hold то включается приятная подсветка дисплея а здесь отдельно своя кнопка подсветка автоматически гаснет спустя немного времени и кнопка с изображением фонарика при удержании загорается светодиод неплохо светит интересная функция rl режим относительного измерения к примеру на дисплее у нас имеется определенное значение напряжение нажимаем кнопку rl обнуляем результат и теперь все что будем измерять будем измерять относительно 0 в положительную или отрицательную сторону очень полезная функция при подборе при подстройке так далее переменное напряжение измеряет достаточно быстро и смотрим значок высокого опасного напряжения и при нажатии на кнопку select также можем увидеть значение частоты бытовой сети напряжение этот также быстро измеряет а вот частоту вижу первый раз такое показывает в килогерцах хотя значение верное это особенность конкретно данной модели для которого предусмотрен режим измерения более высокой частоты тоже отлично но почему-то частоту здесь не смог найти значок auto power of то есть спустя определенное время прибор издает звук и выключается для энергосбережения эту функцию можно отключить что прибор бесконечно работал для этого удерживаем кнопку select включаем прибор и как видим теряется значок здесь все то же самое только кнопку надо удерживать другую и тут то же самое в режиме измерения сопротивления первом приборе может измерять максимум до 200 мегаом прибор в центре измеряет максимум 20 мегаом и и третий прибор максимум до 60 мегаом смотрим как идет скорость измерения вот такого резистора на 47 он теперь проверяем вот такое малое сопротивление к сожалению только одна цифра после запятой но измерения достаточно точные учитывая что закладывается сопротивление самих шуков теперь будем проводить тест диода отличная скорость видим падение напряжения смотрим какое напряжение выдает ультиметр на шупах это особенно актуально если собираетесь работать со светодиодами отличное напряжение на третьем приборе почти 4 вольта такое далеко не всегда можно встретить даже в более дорогих моделях первые два мультиметра за счет низкого напряжения не могут зажигать даже половина светодиодов тогда как на этом приборе идет идеальное зажигание смотрим ярко светится идет индикация проседание напряжение просто отлично протестируем и вот такую лампочку два первых прибора смысла нет смотрим ничего не загорается тогда как в этом приборе спокойно зажигает светодиоды и видим снова индикации падение напряжения кнопкой select переключаемся в режим прозвонки на этих двух прозвонка совмещена с тестом диода громкие четкие также дублируется индикатором светодиодом но скорость отклика никакая очень слабо это специфика построения такой алгоритм встречается и в более дорогих мультиметров второй прибор все тоже самое но звучит еще пищи а здесь все громко четко идеальная скорость отклика как на дорогих мультиметрах при этом нет никакого зависания измерять конденсаторы могут только два прибора у этой модели место измерения емкости предусмотрено режим измерения частоты прилично долго но достаточно точный результат здесь тоже достаточно долго но еще лучше результат посмотрим еще такой желтый конденсатор снова достаточно долго и точные показания здесь кажется чуть быстрее теперь пробуем измерение емкости в нанофарадах но почему-то смотрим показывается емкость в режиме измерения микрофарадов хотя показания пределах емкости конденсатора здесь все быстро и точно и еще одна такая очень маленькая емкость и как результат измерения отличные показания точности пика фарадов измеряя самые малые токи в режиме микроамперов на холостом ходу показывают определенные значения а при подаче 100 милливольт уходит в защиту появляется значение ол но цепь коммутации смотрим не пострадала от превышения тока хотя здесь не стоит сильно превышать второй прибор все тоже самое а в этом приборе все отлично реализовано с малыми токами и как видим не знаю можно ли столько превышать но показывает 2 миллиампера в режиме измерения микроамперов в следующем режиме измерения миллиамперов тут смотрим в коммутации малых токов может измерять ток максимум до 600 миллиампер все что выше идет в защиту ошибка он и как видим с прибором ничего не случилось все работает эти приборы также могут измерять малые токи это максимум до 200 миллиампер включаем цепь коммутации высоких токов до 10 ампер обязательно не забываем перекинуть шуб нормальное измерение токов на всех приборах но в этом приборе видим три цифры после запятой значение функции ncv это так называемый тест скрытой проводки или обнаружение электромагнитного поля дистанционно видим как меняется индикаторы звук и степень интенсивности в зависимости от расстояния к источнику излучения функция отлично реализована и очень хорошая повторяемость также все отлично здесь тоже отлично но звук потише измеряет температуру только два прибора быстро измеряет температуру в том числе и быстрое остывание в целом вот такие значения показания температуры и еще положение измерения частоты будем генерировать с помощью частотного регулятора первые 5 герц видит пока только один прибор на правом приборе достаточно точные показания это обусловлено правильным подбором диапазона измерения в автоматическом порядке потихоньку поднимаем до 1 килогерц все нормально на обоих приборах 10 килогерц отлично 19 20 килогерц тоже отлично а вот дальше один прибор уже не смог измерять это его максимальный потолок 20 килогерц тогда как более крутой аппарат продолжает измерять 100 килогерц далее можем увидеть 1 мегагерц отлично и даже 4 мегагерца очень хороший показатель для доступного мультиметра и теперь такой небольшой тест будем проверять на каком напряжении прибор будет работать на целых 5 вольт а этого мало хотя видим пусковые токи 2 вольта не придает жизни снова нет 2 и 4 нормально включается хотя видим индикатор низкого заряда но при нормальном напряжении в 3 вольта смотрим достаточно низкой ток потребления менее одного целых 5 миллиампер а смотрим еще один очень важный момент потребление тока выключенном состоянии смотрим все нули отлично все нули в том числе и в режиме микроамперов то есть можем видеть что нет абсолютно никаких потреблений тока выключенном состоянии второй прибор также включается на 2,4 вольта и выключенном состоянии у этого прибора также нет тока употребления на третьем главном приборе смотрим прибор уже нормально работает с 2,3 вольта с более низкого напряжения это особенно важно тем кто собирается использовать в качестве элементов питания аккумуляторные батарейки с низким напряжением ну и здесь тоже как видим нет потребления тока выключенном состоянии из всех мультиметров больше всего нравится именно эта модель за его хороший организованный диапазон измерений режимов наличие ncv температуры частоты емкости конденсатора и так далее очень хороший прибор всем спасибо за просмотр